Всем привет! Это Георгий Албуров и сегодня моя очередь нести видео-вахту на этом канале. Я напоминаю, что постоянная ведущая этого канала уже три недели сидит в спецприемнике. Ну а мы, сотрудники фонда борьбы с коррупцией, продолжаем свою работу, несмотря ни на что. Сегодня нас с вами ожидает продолжение истории, о которой я считаю очень важным говорить. Потому что ее герой, депутат Слуцкий, один из самых отвратительных и омерзительных персонажей, с которыми нам приходилось иметь дело. И он вышел сухим из воды. А это неправильно. Слуцкий большинству из вас известен как депутат, который домогался нескольких журналисток, называл их зайчутками, приставал и вел себя вообще в высшей степени мерзко и по-хамски. Несмотря на аудиозаписи, показания трех журналисток и заседание комиссии по этике, Слуцкому за это не сделали даже и выговора. Тем, кто смотрит наш канал, Слуцкий также известен как автомобилист-психопат, который вообще полностью игнорирует правила дорожного движения. За 9 месяцев у него 825 автомобильных штрафов. Кроме этого, мы нашли у Слуцкого незадекларированный участок на Рублевке. Он его скрывал из декларации 10 лет. После нашего заявления Слуцкий неожиданно вспомнил об участке и внес его в новую декларацию. Председателя, ответственной за проверку этого комиссии, Наталью Поклонскую, ситуация вообще ничуть не заволновала. Но забыл депутат задекларировать гектар земли на Рублевке. Житейская ситуация с кем не бывает. Наталью Поклонскую заволновало другое. А именно то, откуда у нас появились секретные данные об этом участке Слуцкого. Она заявила, что следователи ведут проверку ФБК на предмет, внимание, незаконного получения сведений об имуществе депутата. Давайте послушаем цитату. Публиковать в нужный момент имеющиеся сведения, это, конечно, хорошо и впечатляет. Но почему бы вам самим при этом не указать, откуда дровишки-то? То бишь эти сведения получены, из каких источников? Кто вам подсобил? Как они получены? Вы запросы писали? Покажите их. Наталья Владимировна, дорогая вы наша. Мне даже как-то неудобно об этом говорить. Дровишки из Росреестра. Пользование этим реестром недвижимости в нашей стране, в России, пока полностью законно. Заплатить на госуслугах 300 рублей и получить вот такую выписку на любой участок, может вообще каждый. Вы же депутат и прокурор. Ну, Наталья Владимировна, вам реально надо бы это знать. Я надеюсь, Поклонская рано или поздно разберется с тем, как пользоваться Росреестром. А пока предлагаю ей, да и всем вам, дорогие зрители, видеоурок по поиску коррупционной недвижимости. Прямо как-то даже волнительно раскрывать нашу расследовательскую кухню. Но ради дела не жалко. Открываем строку поиска Яндекса. Внимательно следите за руками. Сейчас будет суперсекретная технология. Пишем. Слуцкий взятка. Enter. И что мы видим буквально на второй строчке? Полонский заявил, что дал Ресину взятку пентхаусом. Ну, тут вроде написано про Ресина, но давайте посмотрим, что там повнимательнее. Спускаемся ниже и видим то, что нам надо. По его словам, квартиру в элитном комплексе Кутузовская Ривьера вымогал депутат Госдумы от ЛДПР Леонид Слуцкий. Что же дальше? Приготовьтесь. Дальше мы будем заниматься незаконной добычей дровишек, как говорит Наталья Поклонская. Забиваем адрес в Росреестре и монотонно заказываем выписки на все квартиры на верхних этажах. Тут я немножечко сэкономлю время для зрителей просто из жалости. Ну, занятие это на самом деле не самое увлекательное. На руках у нас 16 справок на 16 пентхаусов. Внимательно смотрим, кто же там есть. Какие-то юрлицы в основном, но ничего особо интересного. И вот оно, то, что мы ищем. Владелец одной из квартир Лыскова Лидия Дмитриевна. Мы-то эту даму узнали сразу, но ради целостности видеоурока давайте сделаем еще один шаг. Вы не поверите, но нам снова на Яндекс. Снова незамысловатый запрос. И снова успех. Статья Медузы про Слуцкого. Отличная, кстати, статья, где указано, что Лыскова Лидия это жена депутата Слуцкого. Все, можно сворачиваться. Распускать следственную группу, выдавать грамоты. Расследование окончено. Но мы с вами, конечно, еще посмакуем детали и подоказываем собственную правоту. Вот, например, посмотрите. В официальной выписке метраж квартиры Лысковой в Кутузовской ривьере 561,7 квадратных метра. Просто посмотрите декларацию Слуцкого. И вот она, нужная цифра. Фигурирует под кодировкой нежилое помещение. В собственности находится у жены. Хитрый пентхаус прикидывается каким-нибудь складом в Химках. Вы наверняка даже не можете себе представить квартиру такого размера. Вряд ли вы даже в такой когда-то были в гостях. Но мы можем вам помочь. Мы на западе Москвы. Прямо возле Кутузовского проспекта. Зелени здесь столько, что можно подумать, как будто мы попали в лес. Но это особо охраняемый природный парк долина реки Сетунь. Его площадь 700 гектар. Подлетим поближе. Огромные дома перед нами. Это жилой комплекс Кутузовская ривьера. Его построил Сергей Полонский. Здесь мы нашли тот самый пентхаус, которым Полонский, как он и сам утверждает, дал взятку Слуцкому. Весь дом здесь состоит из 30 этажей. Пентхаусы занимают верхние три. Их отлично видно по панорамным окнам. На каждом из этих этажей по 4 квартиры. Слуцкий занял все три стоящие друг над другом. И собрал грандиозный трехэтажный пентхаус официальной площадью 561 квадратный метр. Поднимемся выше и посмотрим, как эти дома выглядят ночью. А ночью они переливаются всеми цветами радуги. И их видно за много километров. Жителям пентхаусов должно быть особенно тяжело. Им всю ночь это светит прямо в окна. Но какой же пентхаус без собственной террасы? У Слуцкого их целых две. Верхняя площадью 100 квадратных метров. И нижняя площадью 50 квадратных метров. Они позволяют одновременно проводить барбекю-вечеринки на одном уровне. И читать книжки по соблазнению, лежа на раскладушке на другом. Стоит это все по меньшей мере 400 миллионов рублей. Но это еще не все. Опять же, простым поисковиком находим Лидию Дмитриевну Лыскову в какой-то утекшей старой автомобильной базе. Номер, который на нее зарегистрирован справа. Это А700МР77. Смотрим фото. Кто это такой довольный выходит из Лексуса с таким номером? Все еще почему-то депутат Слуцкий. А где Лексус в декларации? Да нет Лексуса в декларации. Ни у жены в собственности, ни у него в пользование. Что же такое произошло опять? Техническая ошибка. Зато в декларации есть две новые машины, купленные в 2017 году. Это Майбах за 12 миллионов. Это, кстати, две с половиной годовые зарплаты депутата Слуцкого. И совершенно новый внедорожник Бентли за 20 миллионов рублей. Это четыре годовые зарплаты Слуцкого. Откуда они у него появляются, а? Уж если речь зашла про зарплаты. Нам известна зарплата жены Слуцкого за несколько лет. В 2010 году, например, она заработала 7 тысяч рублей в месяц. Это, между прочим, плюс-минус отметка прожиточного минимума на тот год. В следующем году то же самое. И так до 2017 года она получает в районе 20 тысяч рублей в месяц. То есть человек или нигде не работает, или работает чисто символически. Откуда у нее 6 миллионов долларов на покупку трехэтажного пентхауса? Муж ее хоть и зарабатывает серьезно, по 400 тысяч депутатской зарплаты, но этих денег не хватает даже на входную дверь этого пентхауса. В других расследованиях мы обычно шутим, мол, клад нашел, может в лотерею выиграл, а тут чего шутить? Тут застройщик этого дома сам открытым текстом говорит, что пентхаус отписал как взятку. Я хочу обратиться к Володину, к Наталье Поклонской, комиссии по этике в полном составе, в прокуратуру. Ну кто там еще выгораживает Слуцкого? Ко всем вам обращаюсь одновременно. Имейте в конце концов хоть немного совести, но хоть символически. Вы, напоминаю, чиновники, слуги народа, вы вообще работу свою делать собираетесь? Вы не умеете поисковиками пользоваться, вы сами-то не могли по существующему заявлению о преступлении от застройщика проверить, есть ли просто пентхаус взятка или нет его, просто 10 минут потратить. Вы беспокоитесь про то, откуда у ФБК появляются данные о недвижимости? А про то, как жена депутата, согласно собственной же декларации, находящейся на черте бедности, становится собственницей одного из самых больших пентхаусов в Москве? Вас это вообще не беспокоит? Только что в прошедшем году Слуцкий купил автомобили на 32 миллиона рублей, заработав при этом 5. Вас тут ничего не смущает? Какие здесь можно делать выводы? Только самые печальные. Во главе ключевых ведомств страны некомпетентные, неквалифицированные и ничего не умеющие бездельники. Их работа не защищать ваши интересы. Их работа заниматься преступным укрывательством себе подобных коррупционеров. Слуцкий хоть 10 пентхаусов, хоть 20 майбаха задекларирует, коллеги его все равно поймут и оправдают. Это их основная функция и единственная причина, почему их назначили на эти высокие должности. Ни с чем другим они не справятся. Закончу очевидным. Депутат Слуцкий коррупционер, извращенец и психопат. И он должен немедленно уйти в отставку. Спасибо, смотрите и подписывайтесь на этот канал. Здесь говорят правду.